Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Lexus CT200H 2011 года выпуска двигатель 1.8 вариатор, передний привод автомобиль гибрид пробег на автомобиле без малого 41 тысяча километров решил заменить на нем передние тормозные колодки не нравится, как они тормозят вернее, тормозят они хорошо, но не нравится звук при торможении сейчас сделаю вставочку попробую передать звук, как тормоза тормозят потихонечку накатываюсь, притормаживаю не знаю, слышно, не слышно, хоть на дороге и мокро а колодки тормозят, как будто там металл по металлу скребет но на самом деле металла нет колодки еще родные, оригинальные стоят а материал скребет неприятно ехать залез, посмотрел толщина колодок позволяет еще и на них кататься заказал саншинги новое поставлю их не нравится, когда так скрипит хотя тормозят нормально поднимаю автомобиль снимаю угу передних колеса поднял автомобиль, снял колесо на диске это не грязь, не трещины это влажность на улице большая у нас на дворе 4 января идет дождь но это радует дождик нас это не минус 40, как у людей в большей части по Сибири по России ключиком на 14 откручиваю два болта обратите внимание этот уже идет сплав алюминий с чем-то это уже не не чубун и не металлы поршень тоже керамический уже стоит используют новые материалы облегчают так ну вот они и колодочки как я и говорил колодки оригинальные сейчас сниму радиаторы здесь вот написано Toyota здесь написано Techstar Techstar делает для Toyota ну и как видно материал еще не конченный но звук от торможения неприятный только из-за этого меняю колодки колодки оригинальные как заводы их установили так они и стоят сразу замечаем что пружинки у нас противошумные стоят сверху по движению по вращению колеса они как раз и не дают колодке болтаться в скобе также снимаю вторую колодку вторая колодка тоже видно материал еще нормальный направляющие направляющие туговато все расходились но смазку однозначно меняем придерживаю пыльник и снимаю направляющие смазка есть все чистенько ни коррозии ни грязи ни ржавчины ничего не верхний у нас палец идет без демпфера посмотрим нижний а нижний у нас идет с демпфером смазка тоже присутствует грязи нет пока скобки не снимаю не пылить внутри убираю старую смазку беру тряпку отвертку наматываю и проворачивая а нет там смазки внутри вся она направляющая осталась видно нету и сверху точно так же поэтому при каждой замене колодок надо обязательно смазывать направляющие нету когда чистим направляющие также чистим вот это место чтобы у нас посадочное место под пыльник было тоже чисто отвечу сразу на вопрос меня спрашивают почему я предпочтение отдаю фэби я не отдаю предпочтение ни фэби ни тойоте так же я еще взял и трв для направляющих трв я пока не использовал лежит ждет своего времени смазываю смазываю вот эти пазы пропила добавляю сверху и так же добавляю маленько запыльник теперь вставляю вставляю большая часть этой смазки останется именно под пыльником все воздух у нас вышел одеваем на место пыльник пыльник и обязательно проверяем чтобы у нас он сел на место все направляющие у нас ходит так же протираем чистим и смазываем нижнюю добавляю сразу смазки под пыльник запыльник вернее каждый раз поправляюсь смазываю пропилы вот эти они специально сделаны для смазки добавляю сверху и завожу вовнутрь смотрим чтобы у нас обязательно пыльник оделся на направляющие все у нас все одето теперь можно снять скобы и почистить под ними как она здесь закисла от времени чистим как вот здесь посадочное все вычищаем саму скобку чистим они идут по штучной нецельные пластинки грязь грязи поднабилась и также со внутренней стороны вычищаем все поднабилась поднабилась Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... Мне подсказывают, что надо мазать и здесь мазать, и торцы колодок мазать. Соглашусь, вот под пластины мазать нужно. Смазка отсюда не вымывается и не забивается грязью. А вот торцы колодок, которые вставляются в эти скобки, их я мазать не буду. Хотя по мануалу многие сейчас используют смазку этих торцов. Но я этого делать не буду. Потом набивается грязь и колодка начинает подзакусывать. Но опять же, это сугубо мое мнение. Вычистил я скобы. Беру такую бошевскую смазку ТО-100. Номер ее идет 5 150 44 Н. Но в комментариях тоже описание добавлю. Смазываю скобу. И вставляю ее на место. Смазка. Продолжение следует... Продолжение следует... Скобы я вставил... Беру колодки Саншинги Хайкю... Новая упаковка уже у них пошла... СП-1377... Колодки все четыре одинаковые... Снимаю с них родные радиаторы... И переставляю оригинальные... Противошумные скобы переставляю... Радиаторы оба переставляю... А здесь под радиаторы... Идет теплоотводящая паста... Я ею не пользуюсь... Пользоваться никогда не буду... Это у нас внутренняя колодка... И так же... Ставим скобу... Ставим пластины... И устанавливаем наружную колодку... Все... Так... Подожму маленько... Немножко смажу... Добавлю смазки под пыльник на поршень... Хотя здесь поршень... Керамический... Все равно маленько добавлю... Здесь уже... Не столько смазка для сохранения поршня... Сколько для сохранения манжета... Чтобы... Мягенько ходило... Беру... Струбцину... И топлю... Поршень... Беру... Струбцину... И топлю... Поршень... Струбцину... Ну и ставим... Суппорт на место... Суппорт на место... Ну и ставим... Не встает. Нет, поршень я утопил до конца. Получается у нас колодки, сам материал толще, чем новая. Это при том, что здесь на дисках есть небольшой износ. Это легко решается. Снимаю по внутреннему радиатору. Маленько покатаюсь, колодки притрутся. Я потом эти радиаторы поставлю на место. Выкидывать их не буду. Теперь попробуем. А вот теперь все встает. Наживляем болты. Затягиваем их. И иду меняю со второй стороны. Вот. Так, а еще здесь у меня вопрос задавали и совет давали. Я мажу резьбы. Официалы сказали, как говорится, ссылка была на то, что официалы сказали, использовать смазку на резьбы для колес нельзя, так как момент затяжки из-за скольжения увеличивается и из-за этого отрывают шпильки. Бред. Полный бред. Шпильки отрывают не из-за этого. Шпильки отрывают либо из-за того, что работают без ключа. Здесь усилие на закручивание гайки всего 104 ньютона метра. 104. Как можно шпильку на 104? Да даже если вы 140 закрутите, 14 килограмм, никогда вы эту шпильку не потянете 12-й. Поэтому я мажу для того, чтобы не было коррозии, чтобы гайки легко закручивались и легко откручивались. Есть сухая смазка, но она дорогая. Никто ее использовать не будет. Так же, как и то, что никто не будет менять колодки за 700 рублей, как это делают на СТО. 500, 600, 700 до 1000 рублей. И при этом очень хорошо чистить скобы, посадочные места в скобах суппорта и использовать хорошие дорогие смазки. Это просто экономически невыгодно. СТО на этом разорится. Не заработает ни хозяин СТО, ни мастера. Поэтому делают абы-кабы быстрее. Смазку где-то меняют на дешевую, где-то вообще ее не меняют. Расшевелили. О, двигается нормально. И хорошо. Отдали и человек поехал. Кого-то расстроил, кому-то сказал. Качественно и хорошо заменить колодки можете вы только сами. Либо СТО, которое за эту работу берет соответствующие деньги. Такая замена должна стоить не менее полутора тысяч рублей за две стороны. Опять же, кто-то со мной поспорит, но, ребят. Розовая смазка Тойота. Туба стоит от 1300 рублей. Это о чем-то говорит. Вот такая смазка для скоб. Стоит что-то в пределах тоже 300-400 рублей. И делайте выводы сами. И делайте выводы сами. Аналогичным образом. И радиаторы, которые я снял внутренние, я их через пару тысяч километров установлю на место. На этом все. Всего вам доброго.